всем привет на связи проект мобу и в сегодняшнем видео я сделаю то о чем меня просили многие хотя каждый год я выпускал видео о том что же должен знать android разработчики в 2021 году 2022 по 2020 это дело но все равно людям нужна подробная карта как идти к профессии android разработчик и для вас я сегодня набросал эту карту я сделал в формате презентации вас формате pdf она будет можете будут вы сможете и скачать ссылочка для скачивания этой карты есть под видео скачивайте и там полное описание того что же должен знать android разработчики заморочился сделал все красиво и давайте поговорим о том по какому пути стоит идти к своей мечте стать android разработчиком устраивайтесь поудобнее мы начинаем если вы хотите стать android разработчиками сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать android приложения как на заказ так и создавать свои собственные проекты приносящий доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс построенный на индивидуальной основе android разработчик за три месяца на этом курсе я сделаю из вас android разработчика владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему android а также у вас портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс android разработчик за три месяца я помогу вам стать профессиональным android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записей консультации есть в описании под видео как же нам стать android разработчиком 2022 году первое с чего нужно начать это с установки android studio заходите на сайт просто заходите в google download android studio первая ссылочка заходим на официальный сайт скачиваете но за когда вы скачаете и перед установкой удостоверьтесь что у вас имя пользователя состоит из латиницы не из русских букв не из кириллицы а из латиницы иначе не сможете нормально устроить android sdk android sdk это набор функций методов объектов классов которые необходимы для того чтобы мы могли переопределять уже шаблонные шаблонный код который был написан разработчиками платформы android до нас для нас то есть это упрощает работу и после того как вы удостоверились том что у вас имя пользователя написано на латинице смело устанавливайте как обычную программку и я думаю у вас там проблем не возникнет далее но это подготовка для того чтобы вы могли дальше писать и android приложением но перед тем как мы могли бы начать писать андроид приложения нам нужно изучить язык на котором разрабатываются android приложения 2022 году я же как попугай повторяю что это должен быть котлин что нужно смотреть в котлин не нужно месяцами сидеть над котлином копать куда-то далеко что-то там искать еще более продвинуто собирать информацию под пока вы не зайдитесь и поймете что это не ваше нет 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 вы рехнулись а поймете это потому что вам скажет об этом ваш мозг а мозг вам скажет ваш потому что вы слишком долго занимались ерундой и он не понимает вообще для чего вам это все нужно нет делаем намного проще если мы я рассказываю для тех кто хочет изучать все это самостоятельно те кто приходит ко мне на курс у тех все разложено по полочкам понедельно по урокам и вот первой неделе начинаем с котлин это карта для тех кто хочет изучать самостоятельно те кто изучается на на курсе я тех проведу сам за руку смотрите берете открываете любой сайт любую серию уроков основ котлин что вам нужно знать переменные для чего они нужны как они создаются какие типа переменных бывают как можно привести один тип другому как для этих переменных мы можем присваивать значения как к как мы можем эти значения менять где можно менять значение где нельзя менять значение собственно нужно общее понимание для чего нужны переменные как их использовать после того как вы это изучили вам нужно изучить что-то кооператоры операнды операции математические и логические операции то есть грубо говоря вы должны что на этом этапе уметь пример при переменной одной придать какое-то значение Перемены присвоить другое значение и просто сложить эти перемены и получить результат в третью перемену. Грубо говоря, на этом этапе вы должны уметь это сделать. Условные операторы. Например, вы должны владеть синтаксисом условных операторов. То есть вы должны понимать, как их применять. Например, у вас есть две перемены. Строковая перемена и числовая перемена. Строковая перемена называется name, числовая перемена age. И вы говорите, используете условный оператор eFails и говорите, если name содержит в себе значение Alex, то age равняется 37. Если, грубо говоря, name имеет значение Michael, числовая переменная имеет значение 32. И говорите, иначе в других случаях у нас возраст будет 50. Age will используется 50. Потом вам нужно проработать условный оператор oen. То есть это уже перепор конкретных значений. Хотя вот тот первый случай, который я вам рассказал, он больше похож, подходит именно для этого оператора oen. Но все равно вам нужно, скажем так, потренироваться и на if-else. Суть в следующем. Вы должны научиться написанию, синтаксису использования условных операторов. Далее вы, грубо говоря, изучаете, что такое массивы, делаете различные манипуляции, операции с массивами. И вы должны научиться перебирать эти массивы через циклы. Допустим, у вас есть массив с именами людей, и вы должны научиться делать различные манипуляции с этим массивом. Опять же, на фундаментальном уровне никуда глубоко копать не надо. Далее самый важный момент. Работа с функциями. То есть вы должны понять, для чего используются функции, как они создаются, как они вызываются, как работать с функциями, которые что-то возвращают, как работать с функциями, которые работают с аргументами, как работать с функциями, у которых аргументы статичные. То есть самая основа. И когда вы это изучите, закрепите, вы должны изучить окно-ориентированное программирование. Оно встречается почти сейчас во всех современных языках Вы должны понимать для чего существуют классы, как создаются эти классы, как работать нужно с этими классами Вы должны изучить что такое объекты, для чего они собственно нужны, как создавать объекты определенных классов Как получать доступ к полям и методам этих объектов, которые прописаны в определенных классах Вы должны научиться работать с интерфейсами и понимать что такое интерфейсы И должны освоить на практике как работают три принципа ООП Когда вы самое базовое закрепите, опять же глубоко копать не надо, вы идете дальше Я кстати планирую для своих учеников перезаписать и обновить курс по котле, но наверное скоро я это сделаю Когда мы закончили с этим этапом, мы переходим к изучению основ андроид разработки Вы должны понимать как создается проект, из чего он состоит, то есть из каких файлов, подпапок, из каких уровней А также обязательно вы должны попытаться запустить пустое приложение на своем смартфоне То есть создайте пустой проект и сразу запустите его на своем смартфоне Собирать проект я рекомендую на реальном устройстве, а не на эмуляторе Потому что ваши пользователи будут использовать ваше мобильное приложение на реальном устройстве, а не на каком-то эмуляторе Очень часто эмулятор что-то искажает, поэтому всегда используйте лучше всего реальное устройство. Далее, когда вы разобрались со структурой проекта, вам нужно понять, для чего же нужен файл Bill Gradle Applications и файл Manifest, и понять тот код, который там написан, и для чего он используется. Далее, вы должны подойти к пониманию, как использовать View Binding и Data Binding. Data Binding уже устарел, но все равно вы можете встретить проекты, которые написаны на Data Binding, и вы должны разбираться с тем, как работать с Data Binding. То есть, изучайте использование View Binding и Data Binding. Далее, вы должны понять, как создаются новые экраны, а не тот один, который MainActivity там существует, как работают XML-шаблоны с Kotlin классами, и вы должны понять, как же нам работать с ресурсами. Для чего они нужны и какую пользу они несут. Вы должны далее понимать, что такое Activity, что такое фрагменты, чем они отличаются, в каких случаях нужно что использовать, и понять, как вы можете переопределять жизненный цикл Activity и фрагмент. Собственно, приложение это динамичный софт, и поэтому мы должны научиться не просто создавать новые экраны, там те же Activity, но и уметь переходить между одним Activity и другим Activity. Не просто переходить, а передавать данные из одного Activity в другой Activity. Кроме того, этого недостаточно. Вы должны научиться передавать данные во фрагменты. Когда вы это освоите, вы должны перейти к изучению основы работы с виджетами. На примере кнопки. Это очень классный вариант, и он очень хорошо. Вы поймете, как работать с виджетами. Вы должны создать виджет в XML-шаблоне, настроить его в XML-шаблоне. Вы должны перейти в Kotlin класс, создать объект под этот виджет, связать его с XML-шаблоном, и навесить на него прослушиватель таба по кнопке. И при определенном табе вы должны прописать то событие, которое должно происходить при табе, собственно, по кнопке. Проработать так с одной кнопкой и с несколькими кнопками. И далее вы должны поработать с основными виджетами. Это виджет, опять же, кнопка, текстовое поле, поле для ввода информации, радиокнопки, чекбоксы, маркеры. То есть все самое основное. Вы должны научиться работать со всеми этими виджетами. Когда вы это освоите, вы должны, скажем так, освоить последнюю ступень основ Android-разработки. Вы должны научиться работать с изображениями, различными геометрическими фигурами, шрифтами. То есть научиться подключать красивые шрифты и с саундом, то есть со звуками. Когда вы это освоите, вы можете уже двигаться дальше. К слову сказать, основы Kotlin, основы Android-разработки ученики у меня на курсе изучают в рамках одной недели. Но, тем не менее, если вы не идете ко мне на курс, вы можете посмотреть основы Android-разработки в моем новом фильме, который разбит на две части основы Android-разработки. Все ссылочки на эти видео есть у меня в описании под видео. Когда вы узнаете основы Android, вам нужно научиться классно делать UI вашего мобильного приложения. То есть вы должны научиться создавать элементы приложения. Кнопки, переключатели, выезжающие панели, навигационные панели. То, с чем пользователь взаимодействует именно на экране своего смартфона. Вы должны научиться работать с UI-частью вашего мобильного приложения. За это отвечает библиотека Material Design, которая подключена по умолчанию в Android Studio. Вы должны изучить все компоненты из этой библиотеки и научиться работать с ней. Изучение Material Design это самая большая по объему информации тема на моем курсе. Мы эту библиотеку изучаем за вторую, за третью неделю. Она проста к пониманию, но по объему она самая объемная. То есть самый большой контент в этой теме. Когда вы изучили работу с UI, вы можете перейти к изучению самого знаменитого виджета. Это создание списков с помощью виджета RecyclerView. Если вы откроете любое мобильное приложение и вы увидите листающий контент, на 90% случаев это сделано с помощью RecyclerView. Вы должны сначала понять, как он работает и научиться его реализовать со статичным наполнением. То есть, когда вы создали несколько... Например, как RecyclerView работает. Вы создаете в определенном активе на экране сам виджет RecyclerView. Создаете верстку каждого списка. То есть, допустим, у нас карточка с фильмами. И в этой карточке будет есть название фильма, описание фильма и кнопка, допустим, перейти. Ну, продолжительность фильма. Так вот, верстку каждой такой карточки фильма, где вы пропишите текстовое поле для названия фильма, для описания фильма и разместите кнопочку. Это все нужно где-то сверстать. Это сверстается в отдельном файле. Вы сверстаете это все в отдельном файле. Потом вы еще создаете отдельный класс конструктор, который будет символизировать каждый из этих элементов, которые есть в каждом пункте этого списка. Но элементы должны быть динамичные. То есть, те, которые постоянно меняются из одного элемента к другому. То есть, из одного пункта списка к другому. И вы должны создать еще специальный адаптер, который будет внести себе весь функционал именно на наполнение этого вашего RecyclerView списка в соответствии с версткой каждого элемента и в соответствии с моделью класса, в котором вы зарегистрировали каждый динамичный элемент. Но опять же, это нужно все изучать. Изучается это все у меня на курсе на четвертой неделе. Кроме того, там же на четвертой неделе мы научимся с вами делать вьюпейджер и вкладки. То есть, вы должны научиться создавать вьюпейджер. Что такое вьюпейджер? Проще говоря, если вы открывали когда-нибудь сайт и видели там не ставящий слайдер, то есть слайдер с рекламными какими-то акциями. Вот в мобильной разработке это вьюпейджер. Хотя такой слайдер можно сделать и с помощью RecyclerView. И Tabs. Ну Tabs. Ну, собственно, это все. Это вкладки. То есть, когда вы Tabs. По определенной вкладке выгружается один контент в секцию. Tabs. По другой вкладке выгружается другой контент в секции. Тут все очень просто. И когда вы научитесь всем этим виджетам, вам нужно изучить базы данных. То есть, это то, с чем работает любое мобильное приложение. Ни одно поистине серьезное, а большое мобильное приложение не работает без базы данных. База данных это основа. Это основа. Если вы не знаете базу данных, то вы, собственно, и не являетесь никаким программистом. Как тебя зовут, паренек? Но для того, чтобы понять базу данных в Android разработке, нужно изучить теорию базы данных. То есть, какие базы данных бывают. Что значит таблицы базы данных. Сколько таблиц базы данных может базе данных. Как создаются таблицы. Посмотреть лучше всего более подробно это все на примере базы данных в MySQL. Даже посмотреть курс по языку SQL. Это не будет лишним. Скажем так. Это не обязательно, но это не будет лишним. Когда вы изучили теорию базы данных, мы должны перейти с вами к изучению базы данных. На платформе Android мы используем базу данных SQLite. Но напрямую мы уже с ней не работаем, как раньше. Потому что раньше вам нужно было установить такой объект курсор. И двигать его для каждого, для чтения каждого, скажем так, для каждого элемента таблицы базы данных. Сейчас все намного проще. У нас есть элегантный Room. Библиотека Room. Которая позволяет очень классно работать с библиотекой SQLite. Делать это все с помощью специального такого класса ViewModel. То есть вы получаете... То есть как мы реализуем это в библиотеку Room? Мы создаем класс базы данных. Также создаем для этой базы данных отдельные таблицы базы данных. Создаем специальный интерфейс, таблицы базы данных, которые мы называем модельками. То есть мы специальные модели, в которой, допустим, у нас есть база данных с именами с пользователями. И там у нас там таблица базы данных с пользователями. И там внутри этой таблицы мы, соответственно, прописываем поля ID пользователя, имя пользователя, возраст пользователя и так далее. То есть таблица, специальная таблица, в которой будут храниться какие-то данные в соответствии с полями. Также мы должны создать специальный интерфейс, который будет содержать в себе методы по работе с базой данных на устройстве. Именно с базой данных SQLite. Создание записи, редактирование записи, удаление записи, получение всех записей, получение записей по фильтрам, по условиям и очистку базы данных. В целом это стандартный набор всех методов для работы с базой данных. Но сам факт в том, что мы должны получать данные из базы данных через библиотеку Room, не напрямую в наш Activity, где, собственно, нужно все отобразить, а в специальный класс ViewModel, в котором мы будем производить всю бизнес-логику и уже выводить оттуда уже конкретные данные в нашей Activity. Это классный подход, потому что Room плюс ViewModel позволяет использовать еще одну такую штуку, как корутины. Она позволяет это использовать из капота уже. То есть мы можем использовать корутины. Что такое? Корутины это по факту многопоточность. То есть, например, если у вас в определенный момент времени нужно сделать несколько событий, то если вы будете делать по-простому, то сначала у вас должно произвести, закончится одно событие, потом ставьте на него другое событие, потом третье за ним. То есть это потеря времени, и пользователь будет ждать, ваше приложение будет медленным. А если вы все это запустите в параллельных потоках, и все эти операции будут действовать параллельно друг к другу, то это в разы ускорит скорость работы вашего мобильного приложения, и вы сможете все это более эффективно сделать. Поэтому используем обязательно корутины. Ну и, собственно, всегда мы все, все, большой объем данных, и вообще все данные с базы данных получаем в списке. И как вам не странно будет казаться, но мы будем получать это все в RecyclerView. И возвращаемся к уроку по RecyclerView, когда мы должны были изучать. Я вам говорил, что все динамичные элементы каждого пункта, которые меняются от пункта к пункту, мы должны для подних создавать специальный конструктор-модель. Так вот, когда мы работаем с базой данных на устройстве, этой моделькой является класс таблицы базы данных SQLite. В данном случае мы ее создаем в рамках библиотеки ROM. Когда вы научились работать с базой данных на устройстве, вы можете создавать очень классные уже полноценные мобильные приложения, уже работать с данными. Но если вы откроете любое современное мобильное приложение, тот же интернет-магазин, в нем есть данные, которые должны быть доступны пользователям на всех устройствах, где установлено мобильное приложение. Самый простой пример это вот интернет-магазин. В интернет-магазине у нас есть доступ к товарам, к остаткам товаров, категориям, то есть к каталогу. Эти данные постоянно меняются, обновляются. И для того, чтобы пользователь видел обновленные данные, мы же не будем просить его каждый раз обновлять мобильное приложение. Поэтому эти данные должны загружаться извне и быть доступны всем пользователям, на всех устройствах, где установлено наше мобильное приложение. Такие данные хранятся на сервере. Все просто объясняется на примере сайта. У нас есть обычный сайт, у которого есть доменное имя, то есть ссылка на этот сайт. Та же сайт яндекс.ру, ламода.ру, это все домен. Сайт это набор файлов. Файлы хранятся на пространстве, на жестком диске. Они хранятся на жестком диске, скажем, у таких компаний, как хостинг-провайдеры. То есть нам нужно под этот наш домен подключить хостинг. Обычно домен стоит в зоне РУ 180 рублей в год, хостинг стоит примерно 200 рублей в месяц. И вот, находясь, когда файлы находятся на этом хостинге под определенным доменом, у нас есть доступ к получению, доступ к данному сайту. Но скажете вы, где Android-разработка мобильных приложений, а где уже эти сайты, при чем здесь оно вообще. При том, что нам нужно у хостинг-провайдера создать базу данных в MySQL, в котором будут храниться все эти данные. На этом хостинге вместо файлов сайта мы разместим файлы с PHP-запросами. Один файл, это будет у нас файл коннекшнс, который будет коннектиться с определенной базой данных, которые мы создали. Другой файл, допустим, это запрос по созданию записи. Третий файл, запрос по получению данных. Четвертый файл, там, по получению данных с фильтрами. Хотя можно это по-разному сделать. Пятый файл, там, это редактирование записи. И, там, шестой файл удаления записи. Седьмой файл, очистка базы данных. И когда у нас все это есть, нам же нужен домен. А для чего нам здесь нужен домен? Домен нужен, чтобы мы имели доступ к этим всем файлам с PHP-запросами. И с этого начинается понимание работы с базой данных на сервере. Когда мы это все организовали, купили себе домен. То есть, определенную ссылку на пространство в сети, где лежат все эти файлы с PHP-запросами. Разместили эти все файлы с PHP-запросами. Когда мы создали, собственно, эту самую базу данных, мы переходим к нашему мобильному приложению. Создать, подключаем специальную библиотеку Retrofit, которая позволяет работать в данном случае с сервером и получать данные с сервера. Но, по факту, она позволяет получать эта библиотека любые данные с интернета. Мы берем это все дело. Создаем специальный класс API-клиент, в котором прописываем ссылку на наш сайт, то есть прописываем наше доменное имя. В API-интерфейс мы создаем с помощью специального кода доступ к этим всем файлам с PHP-запросами. И далее мы организуем работу по получению данных с сервера напрямую. Нужно сначала научиться работать с ними напрямую. Когда вы это научитесь, вы должны научиться именно работать с этими файлами и получать эти данные в Recycle Review. Наш список. Кстати, говорю, хочу вам ваше внимание заострить на том, что всему этому база с работой с базой данных на сервере я обучаю на втором месяце обучения. Вы уже на втором месяце будете уметь делать все эти штуки. То есть на втором месяце мы уже изучаем базу данных на устройстве, базу данных на сервере. Я вам рассказывал, что такое API и как мы должны с ним работать. То есть что такое API? API это когда вы можете, допустим, грубо говоря, я вам грубо говоря расскажу. Например, есть какой-то сервис, который предоставляет данные. Например, есть база данных с фильмами на международном сервисе. Он позволяет предоставлять, получать данные обо всех фильмах. Допустим, название фильма, продолжительность, актеры, режиссеры, слоганы, бюджеты. И у вас есть мобильное приложение, допустим, под эти фильмы. И вы не хотите вручную создавать все эти фильмы, создавать базу данных. Вы можете подключиться к API этого сервиса. То есть каждый такой крупный сервис делает свою API. По факту это просто обычное является файлом JSON, в котором есть вот эти разбивка на различные поля. То есть подобная нашей таблице базы данных. И вы очень просто можете получать все эти данные. Там просто, в чем фишка работы с API, нужно просто сесть, открыть конкретную API, допустим, этого сервиса по фильмам, или API того же сервиса ВКонтакте, если вы какое-то приложение для ВКонтакте пишете, и разобраться, как вам получать конкретные данные. Это уже индивидуально в каждом отдельном случае. Но об основах я рассказываю на своем курсе. О основах работы с API. Также это все на втором месяце. Но нет, это уже на 3... Об этом я рассказываю уже на третий месяц. И когда вы научились работать с базой данных на сервере, уже напрямую умеете получать эти данные, пора реализовывать архитектурный паттерн. Нужно научиться работать правильно с базой данных на сервере. Конечно, у вас может быть приложение, которое не работает с базой данных на сервере, а работает с локальной базой данных, и вы все равно можете реализовать этот архитектурный паттерн MVVM. В больших мобильных приложениях. Как это происходит? У нас есть база данных на MySQL, то есть на мен, хостик, все есть PHP запросы, мы получаем эти данные через Retrofit, создаем базу SQLite, ну и библиотеку Room, во основном у нас там с библиотекой Room работаем, на уровне Data мигрируем эти данные при получении через Retrofit локальную базу данных, с которой работаем через библиотеку Room, через второй слой средних домейн мы мигрируем эти данные в третий слой Presentations, и уже в Presentations мы получаем эти все данные, знакомый нам ViewModel и передаем все после обработки уже в наш Activity или фрагмент, в зависимости от того, что вы используете, передаем это все дело через корутины, чтобы параллельное программирование, многопоточное программирование работало, чтобы у нас мобильное приложение быстро работало, передаем все в RecyclerView, но вы видите какая длинная цепочка Data, Domain, Presentations, а в слой Data там и работа с базой данных на сервере, и работа с базой данных на устройстве, и миграция, и передача еще в третий файл, то есть тут длинная цепочка файлов, и для того, чтобы получить эти файлы, вам нужно в Activity, где вы собираетесь использовать ViewModel для получения данных RecyclerView, вам нужно этот файл, который участвует в этой цепочке, инициализировать, а это очень плохо со стороны тестирования, это очень плохо со стороны кода, и поэтому был придуман подход инъекция зависимости, для инъекции зависимости сейчас в Android существует в основном, ну, в стандартной вариации, и в более легком изучении существует два, две библиотеки, это Coin и Dagger, в 90% случаев вам подойдет Coin, но на собеседованиях очень часто спрашивают Dagger, мы на моем курсе, вы на третий месяц изучаете вот как раз таки еще так же этот архитектурный паттерн MVVM, и мы изучаем, берем проект и делаем этот проект, вот именно когда получаем данные, данные из базы данных сервера MySQL, получаем это все на приложение на устройстве, да, переводим, мигрируем все эти данные в базу данных на устройстве, и все это реализуем с выгрузкой RecyclerView, с абсолютно всеми методами получения, редактированием, записей, удалением записей, очистки базы данных. На третьем месяце я показываю, я внедряю инъекцию зависимости через Coin, но если вы обучаетесь на премиальной программе, то вы получаете еще бонусы, а в бонусах есть как раз таки изучение библиотеки Dagger, то есть вы сразу изучите и то и другое. Когда вы, для чего, для чего важно именно мигрировать данные с сервером, не работать не напрямую с данных сервером, а мигрировать в локальную базу данных. Причина 1. Во-первых, это быстрее будет осуществляться ваша работа, потому что работа с сервером занимает некоторое время, то есть нужно подключиться, проверить подключение, получить сервера, получить приложение, проверить данные и отобразить. То есть это время. При работе с базой данных на устройстве все гораздо, в несколько раз быстрее работает, и поэтому это скорость, поэтому удобнее работать с базой данных на устройстве, то есть взяли данные с сервера, перезаписали в локальную базу данных и работаем. Когда это лучше всего перезаписывать? Можно перезаписывать при загрузке мобильного приложения, когда вы заходите в мобильное приложение, крутится колесико загрузчик, типа происходит загрузка мобильного приложения. В этот момент можно уже загружать данные. Также это очень важно делать с какой целью? Например, пользователь работает с вашим мобильным приложением, а потом у него есть интернет, мы загрузили данные, а при следующем заходе интернета нет. И для того, чтобы у него мобильное приложение все равно работало, мы можем сделать так, чтобы при отсутствии интернета пользователь работал с данными, которые были загружены при последнем подключении, при последнем успешном запуске мобильного приложения, когда работал интернет. Это подход, который используют все гиганты, все крупные мобильные приложения. Когда мы научились работать с этим архитектурным паттерном и VVM, вы стали просто королем Android разработки и можете делать все, что угодно мобильной разработки под платформу Android. Но вам нужно научиться авторизации и аутентификации пользователей, то есть функционалу регистрации и авторизации пользователей в вашем мобильном приложении. Это делается с помощью специального сервиса Firebase. Это не полноценная база данных, это сервис, который может использоваться как база данных, но он абсолютно уступает стандартным базам данных, которые используются в Android разработке. То есть на сервере мы используем MySQL, на устройстве мы используем стандартный SQLite, кроме на устройстве другой базы собственно нет. Но для настройки процессов авторизации и регистрации она идеально подходит, поэтому изучаем. Это также все изучается у меня на третий месяц. Далее нам нужно посмотреть на специальный Navigations Architecture Component, который, скажем так, у нас есть один подход к построению архитектуры через специальный виджет бота в Navigations. Есть другой подход, это Navigations Architecture Component. Когда у вас есть, допустим, одно Activity, в это Activity мы кладем определенный стартовый фрагмент домашний, который запускается при запуске мобильного приложения. И потом, в зависимости от поведения пользователя, мы в этой Activity можем загружать другие фрагменты. Это можно прорабатывать все через Navigations Architecture Component. Там удобный интерфейс и очень круто можно реализовывать. У этого компонента есть аналоги, другие библиотеки, но в базе требуется именно Navigations Architecture Component. И для того, чтобы нам стать нормальным Android разработчиком, нам нужно изучить другие технологии, которые не вошли ни в один из этих блоков. Это Shared Preference, который позволяет запоминать данные в виде строки и вызывать эти данные в абсолютно любом месте вашего мобильного приложения. Это такая небольшая, скажем так, относитесь к этому как к строковой переменной, которая хранит строку. Допустим, вам нужно передать какое-то название куда-то, чтобы не записывать это все в базу данных, вы можете хранить это в Shared Preference. Нам нужно узнать, как работают уведомления. То есть, когда человек пользуется мобильным приложением, ему могут выходить уведомления с акциями или какие-то предложения. Вот мы должны научиться делать не просто всплывающие уведомления, а уведомления, с которыми сможет этот наш пользователь работать. Также очень классно, если мы научимся анимировать наши элементы, анимировать экраны, переход с одного экрана на другой. Кстати, анимируется в Navigations Architecture Component. Он прям там классно анимируется. Также мы можем анимировать и каждый элемент, виджет нашего мобильного приложения. И очень важно нам научиться настраивать XML-верстку наших экранов при смене ориентации с горизонтальной на вертикальной. То есть, когда вы переворачиваете смартфон, чтобы у вас вся верстка не плыла, потому что, собственно, верстка для горизонтальной версии экрана, а для вертикальной она будет существенно разной, потому что, собственно, различная ориентация. Вы научитесь, если вы придете ко мне на курс, вы научитесь и подстраивать под различные вариации разрешения экрана, то есть смена различной ориентации экрана. И также вы научитесь отменять этот функционал сменной ориентации. Вы можете задать для своего мобильного приложения запрет на смену ориентации. И пользователь, как бы ни крутил экран, все равно останется горизонтальное положение элемента. В целом, это все, что вам нужно изучить, чтобы стать пополноценным андроид-разработчиком. Если я заморочился, я создал такую у себя на макбуке презентацию, она вам доступна будет в описании под видео. Но если вы хотите сделать это все оперативно, если вы готовы каждый день в несколько часов выделять времени на обучение, то вы это сделаете за три месяца. Если, допустим, вы занятый человек и можете по выходным, либо по часу вечером, по два часа вечером, то вы можете стать андроид-разработчиком примерно от трех до шести месяцев. И, кстати говоря, плюс моей обучающей программы в том, допустим, вы проходите первый месяц не за один месяц, а за два, за три, за четыре месяца. Ну, грубо говоря, если вы там в месяц два раза сели, то, естественно, вы за месяц все это не изучите. Вам нужно некоторое большее время, и вы занятый человек, вам нужно более большое количество времени. Сам сахар моей программы в том, что вы не оплачиваете время, которое будет свыше этого месяца. То есть, вы, допустим, первый месяц изучили не за месяц, а за два и за три месяца. Вы за второй, третий месяц ничего не оплачиваете. Суть в том, что вы покупаете материал, обучающий за определенный месяц, а не время нахождения на программе обучения. Это позволяет вам двигаться с понятной вам скоростью, с удобной вам скоростью и развиваться, и идти на пути к Android-разработчику. Цель, про цель обучения, не вытащить из вас деньги за каждый месяц обучения как подписку. Нет, вы приобрели первый месяц. Пока этот первый месяц вы не прошли, вы не оплачиваете второй месяц. Но я все равно рекомендую вам купить сразу весь курс. Там получаете очень классную скидку. У вас, грубо говоря, за всю программу обучения не 9000 платите, а 7000 рублей платите. Всего лишь на все. И это с консультацией, без консультации вообще у вас весь курс может выйти за 3000 рублей. Ну, причем, допустим, вы можете купить без консультации, но если потом понадобятся консультации, вы можете за эти консультации просто доплатить и перейти на другой пакет. Все это динамично меняется. Ну, надеюсь, я просто полноценнее уже некуда ответить на этот вопрос, что нужно изучать андроид-разработчику, каковую карту, какие технологии. Тут полноценнее уже наглядно-нагляднее некуда. Если уж после этого останутся какие-то вопросы, ну, тогда я прям и не знаю, чем еще помочь. Просто это идеальный вариант. Ну, в принципе, на этом все. И это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Кстати, Игорь, у меня есть для тех, кто досмотрел до конца, у меня есть вопрос к вам. Я планирую сделать... Я недавно делал по основам андроид уроки, да, и сделал. Сказал такую вещь, что этих основ хватит, чтобы создать обычное мобильное приложение. Есть такая идея на основе знаний из уроков по основам андроид создать приложение-калькулятор для расчета ремонта квартир. Мы будем использовать только то, что есть из тех уроков, ничего другого. И я могу наглядно продемонстрировать открытый урок, что, как можно создать именно конкретное мобильное приложение, используя лишь основу и ничего, кроме основ. Если вам это будет такое интересно, то пишите в комментариях. Это для всех тех, кто досмотрел до конца. На сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok